пейзажи просто сумасшедшие какие-то моросит дождь туманность такая вот эти вот здания готические это потухший вулкан как бы где-то сзади там внизу в заточении пленники сидят эта башня и и высота 60 метров и это не просто сооружение а это памятник вальтеру скотту такой красивый холм с которого открывается вид на город и вы можете прям пальцем указать куда вам идти дальше не людей в килтах шотландских не волынки чтобы ходили играли на волынки чтобы вы представили себе атмосферу эдинбурга расскажу вам одну историю о создании знаменитого литературного произведения волшебника из страны ос фрэнка баума история началась в конце 19 века американский писатель лайман фрэнк баум посетил эдинбург во время своего пребывания в великобритании он остановился в отеле который находился на королевской миле по легенде вид из его окна на замок эдинбург вдохновил его на создание волшебной страны ос этот эпизод демонстрирует как эдинбург с его историческая атмосфера и уникальными пейзажами может вдохновлять творцов на создание великолепных произведений искусства сам город часто вдохновлял многих писателей включаем сэра уолтера скотта роберта льюиса стивенсона и джон роллинг волшебники страны ос вышел свет в 1900 году нам же широко известна книга александра волкова волшебник измрудного города опубликованная почти на 40 лет позже и по сути являющиеся адаптированным пересказом с авторскими изменениями это не единственная история о которой я вам сегодня расскажу будут и англосаксы с кельтами и замки и секреты шотландских юбок но пока давайте прогуляемся по эдинбургу я сейчас нахожусь в нью-касселе нью-кассел находится на севере англии и нью-кассел рядом с шотландией звали два часа и ты в эдинбурге я уже купил билеты в эдинбург билет в один конец стоит 20 фунтов это 2000 рублей очень приемлемая цена а гостиницу в центре простую маленькую я забронировал за 40 фунтов 4000 рублей приехал в эдинбург пейзажи просто сумасшедшие какие-то поля всякие овечки пасутся фермы городки такие маленькие и все это за полтора часа часа здесь прям все вокзалы такие прикольные на каждый вокзал попадаешь такое ощущение как в гарри поттере в гарри поттере он кстати отправлялся с кингс кросс где эта платформа 9 и 3 четверти туда не дать чем-то похоже вокзалы между собой эдинбург йорк манчестер даже в нью-касле выходит из вокзала и прям вот в великобританию тут то что мы как привыкли слышать про туманный альбион вот вышел сейчас с вокзала в эдинбурге вот именно такая атмосфера моросит дождь туманность такая вот эти вот здания готические сразу становится интересно где вообще более туманно в лондоне или эдинбурге тут собственно говоря напрашивается термин туманный альбион это уже поэтическое наименование великобритании она как бы подчеркивает характерную особенность британской погоды склонность к частым туманом особенно в прибрежных районах посмотрите мои выпуски из нью-касла belfast а там везде мрачная погода а почему альбион существует несколько теорий одна из них связывает его с латинским словом альбус означающим белый возможно это отсылка к белым меловым утесом дувра на юго-восточном побережье англии который является одним из самых заметных природных ориентиров для прибывающих по морю как в целом обстоят дела с климатом в эдинбурге как его сравнить с лондоном лондон исторически ассоциируется у многих с туманами но это скорее всего связано со смоком и загрязнением воздуха от использования угля в девятнадцатом и начале двадцатых веков а вот сам климат в эдинбурге обычно более сырой и холодный эдинбург находится дальше на север в шотландии зимы здесь могут быть более холодными и ветренными а лето прохладнее по сравнению с лондоном лондон расположен на юго-востоке англии обычно имеет более теплый климат с более мягкой зимой и теплым летом дождливые дни характерны для обоих городов но эдинбург будет иметь больше осадков в виде дождя и снега в зимних месяц вот так конечно когда подъезжаешь к замку зрелище конечно шедевральная потрясающе восхищающие это как бы мягко говоря он стоит на скале и высота скалы этой 130 метров можете представить да на скале 130 метров и сверху еще замок мне стало интересно что это за скала такая это потухший вулкан то еще чего прикольно здесь рядом с замком есть парковка здесь парковка она прям под землей я посмотрел парковки 7 этажей то есть 7 этажей под землю паркинга они спрятали вот так ребята надо делать это грамотно эдинбург часто называют городом замка самый известный замков конечно эдинбургский замок кроме него в эдинбурге и ближайших районах находится несколько других замков включает замок крейг миллер и замок лористон сколько вообще в эдинбурге замка точное количество варьируется в зависимости от того какие именно сооружения учитывать потому что как сам эдинбург так и его окрестности богаты историческими зданиями и руинами но вроде как посмотреть именно в городе можно 15 замков по всей же шотландии было построено около двух тысяч замков эдинбургский замок является ключевым историческим монументом и конечно именно здесь можно познакомиться с историей противостояния шотландии англии королевских регалий до камня судьбы забавная такая штука по сути здоровенный булыжник весом 150 килограмм на котором короновались шотландские английские монархи в прошлом году его упаковали и отправили из замка эдинбурга в лондон для коронации карла 3 здесь же в шотландии чуть дальше от эдинбурга находится стерлинг он же бывшая столица шотландии эдинбург кстати первоначально не был столицей шотландии он даже не был в составе шотландии а был крепостью очередного кельтского племени эдинбург в те времена назывался дин эйдин дин в кельтских языках означает крепость эйдин это название местности эдинбург же стал официальной столицей шотландии только в 1437 году после смерти короля якобы первого выбор этот был обусловлен расположением прежде всего его значением как крупного торгового центра и его способностью обеспечивать защиту королевской власти я сейчас завернула одну из улочек и реально здесь себя чувствуешь средневековье посмотрите на это капает что сверху сырость такая как было где-то сзади там внизу в заточении пленники сидят ширина метра полтора между двумя стенами и знаете что это за улочка это просто ответвление такое проход между домами от улицы которая называется кокберн стрит кокберн стрит это одна из таких главных улиц где находятся рестораны кафе бары всякие сувенирные магазины она идет тоже от вокзал и поднимается вверх к королевской миле в старом городе гуляя возле готических постройках ощущаешь атмосферу средневековья рядом элегантный эдинбургский нью-таун широкими прямыми проспектами и площадями принцесс стрит с сетевыми магазинами джордж стрит с элитными бутиками барами отелями уютными лаунжами но нам надо на королевскую милю это уникальная эдинбургская улица со своим историческим значением атмосферы существует она здесь со времен средневековья и уже в то время она использовалась как главная улица города она простирается от эдинбургского замка до дворца холеруд хаус официальной резиденции британских монархов здесь же множество исторических зданий музеев церквей магазинов и ресторанов собор святой маргариты шотландский парламент церковь святого жиля само название королевская миля происходит от протяженности дороги которая почти точно равняется шотландской миле около 1814 метров обязательно вечером прогуляйтесь по джаз-маркету и виктория стрит почувствуете вечернюю атмосферу города и поужинаете в одном из традиционных шотландских пабов что пить за ужином шотландском пабе мне вам рассказывать не нужно что пить за ужином шотландский парламент церковь святого шотландского парламента и и и Вернемся к собору святого жиля. Здесь произошло множество знаковых событий за его историю. В 1559 году Джон Нокс, вдохновленный проповедями в этом соборе, стал лидером шотландской реформации. Это было ключевым моментом для распространения протестантизма в Шотландии. В 1638 году в соборе был подписан национальный ковенант, документ, определивший курс шотландской церкви и политики на долгие годы вперед. Это было ключевое событие в шотландской истории. Правда, оно привело к войнам трех королевств. Собор мог не дожить до наших дней, потому что он находился на грани упадка. Но в 19 веке под руководством архитектора Уильяма Чемберса прошел крупную реставрацию, что посло его и придало современный вид. За вот этот номер, вот эту гостиницу я отдал чуть больше 4000 рублей с завтраками. Очень прикольный номер, новый, аккуратный, удобный, на мой взгляд. И много всяких фишечек. Да, он небольшой, но здесь есть все необходимое. Здесь есть, вот смотрите, большой плазменный телевизор и удобно можно повесить всякие вещи и спрятать сюда же чемодан, если вы хотите. Огромное количество всякого рода зарядок. Прям везде. Мне это очень необходимо с моим оборудованием. Здесь зарядка для камеры, здесь еще одна, здесь еще одна. Вид вот такой. Окошко получается небольшое, но в пол. Вот эти штуки мне очень нравятся. Пожалуйста, значит, несколько видов светов. Раз, это в ванне только. Видите, сразу же такой приглушенный здесь стал. Это такой средненький. Вот у нас светит, значит, для чтения. Тоже очень удобно. Сразу же здесь не выключая. Кандюк. Включаешь. Включаешь, выключаешь стрелочками вверх-вниз. История Бобби. Маленькой собаке породы Скайтерьер, чья преданность своему хозяину вдохновляет как местных жителей, так и приезжих. История начинается в 1850-х годах, когда Джон Грей, ночной сторож из Эдинбурга, умер от туберкулеза и был похоронен на кладбище Грейфраерс Киркьяр. Его верный пес Бобби отказался покинуть могилу своего хозяина после его смерти. Бобби провел рядом с могилой Джона 14 лет. После смерти Бобби его история получила широкую известность, и в его честь был установлен памятник возле входа на кладбище Грейфраерс. История Бобби также была вдохновением для книг, фильмов и различных культурных интерпретаций, подчеркивающих тему верности и любви между человеком и животным. И когда будете в Эдинбурге, обязательно посетите рядом известный паб Грейфраерс Бобби, основанный в 1873 году. Думаю, что вход с собаками приветствуется. Если вы любите книги и вы в Эдинбурге, то вам вот сюда, в национальную библиотеку Шотландии, это что-то типа Ленинской библиотеки в Москве. Ну и извините за ветер. Здесь жили и работали многие выдающиеся личности. Сэр Уолтер Скотт, один из величайших шотландских писателей и поэтов. Автор Айвенга и Роба Роя. Если вам нравится шотландская история и пейзажи, почитайте его романы и поэмы. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Одна из моих любимых книг. Стивенсон родился и провел свои молодые годы в Эдинбурге. Джей Кей Роулинг. Автор серии книг о Гарри Поттере. Она также написала большую часть своих книг, находясь в Эдинбурге. Дэвид Юн. Один из величайших философов просвещения. Знаменитый своими работами по философии, экономике и истории. Провел многие годы своей жизни в Эдинбурге. Артур Конан Дойл. Создатель Шерлока Холмса. Конан Дойл. Родился в Эдинбурге и учился в медицинской школе Эдинбургского университета. Про Дойла у нас на канале есть отдельный выпуск. Можете посмотреть по ссылочке. Александр Грэмбелл. Основоположник телефонии и значительная фигура в развитии телекоммуникаций. Основатель компании American Telephone and Telegraph Company. Если вы были в США, то может покупали телефоны или сим-карты в AT&T. Так вот, представьте, что эту компанию Белл основал еще в 19 веке. Джеймс Клэрк Максвелл, физик. Его теории в области электромагнетизма оказали огромное влияние на современную физику. Хотите интересный факт? Все эти люди учились, а кто-то и работал в Эдинбургском университете. Кроме Джей К. Роулинг. Она в Англии училась. Так я вас подвел к Эдинбургскому университету в прямом и переносном смыслах. Вот это у меня за спиной. Это медицинская школа. Одно из старейших зданий университета. И здесь же находится центральная площадь университета. Вообще, конечно, у университета огромное количество зданий. Но, как и полагается, одному из самых престижных и крупных университетов Шотландии, да и мира в целом. Сейчас в университете учатся около 35 тысяч студентов. Но, ребята, попасть сюда, естественно, нереально сложно. Ребята, и почему я вам вообще рассказываю про Эдинбургский университет в нашем тревел-обзоре, в тревел-видео? Потому что, прежде всего, этот университет, он оказал невероятное влияние на развитие Эдинбурга, его культуры, истории, науки. Если вам ничуть не интересна учеба, просто посмотрите на эти величественные здания университета. Почувствуйте эту атмосферу. Кто со мной мало знакомый и ранее не был подписан на канал, тому может будет интересно обратить внимание, что у меня есть и второй канал об образовании по всему миру. Да, я уже много лет занимаюсь международным образованием, посетил сотни учебных заведений по всему миру и обзоры на учебные заведения я публикую на канале Smaps Education. А через нашу компанию ежегодно несколько тысяч студентов поступают в школы и вузы по всему миру. Мы также организуем свои детские лагеря с нашими сопровождающими. В этом году будут кемпы в Корее, Таиланде, Турции, Англии и Швейцарии. Так вот, Эдинбургский университет – это одно из старейших и наиболее престижных учебных заведений в мире. Когда он был основан? В 1582 году. Причем это не самое старое учебное заведение в Шотландии. Если вам будет интересно узнать про шотландские вузы подробнее, обязательно пишите об этом в комментариях. Мы сделаем еще один выпуск, если будет такой интерес. Король Шотландии Яков VI подписывает хартию о создании университета. Жители Эдинбурга хотели учиться, хотели свой университет, похожий на уже существующий в Абердине и Глазго. Это был четвертый университет, основанный в Шотландии. И с тех пор он неуклонно развивался, став одним из ведущих научных центров в мире. Еще если вы хотите понять, что такое Эдинбургский университет, советую посетить старый колледж. Огромное, монументальное здание, которое не сможет вас не впечатлить. Строительство этого здания началось в 1789 году под руководством знаменитого архитектора Роберта Адама. Первоначальное строительство было прервано, как это часто бывает из-за нехватки средств. Здание было завершено лишь много лет спустя. Сегодня Олд Колледж размещает административные службы и школу права. Маккевен Холл. Прекрасный зал для церемоний, спроектированный архитектором Сириллом Бейзером. Интересно, что назван в честь пивовара и благотворителя Уильяма Макьюена, который финансировал строительство. Богатые интерьеры, впечатляющий купол. Все, что мы так любим в университетах, но часто не можем найти. Джордж Сквер. Это центральная площадь университетского кампуса. Здесь расположены многие учебные и административные здания. В 1960-х Джордж Сквер стал сердцем студенческой жизни. А вот когда-то, начиная с 1766 года, это был популярный жилой райончик для зажиточных жителей Эдинбурга. Давайте еще коснемся выпускников Эдинбургского университета. Здесь проходили лекции знаменитого натуралиста Чарльза Дарвина. И вот уже полтысячи лет Эдинбургский университет продолжает быть одним из ведущих учебных заведений мира. Здесь мы видим вот эту башню. Что это за башня? Эта башня, ее высота 60 метров. И это не просто сооружение, а это памятник Вальтеру Скотту. На этом памятнике изображены 64 персонажа его произведений. Если вы пройдете 287 ступенек, то можете подняться на платформу, откуда откроется панорамный вид на весь город. Памятник этот здесь стоит вот уже 180 лет. И отсюда сразу же вы можете попасть в Национальную галерею Шотландии, которая находится вот прямо напротив этого памятника. Если вы хотите узнать больше об истории искусств и культуре Шотландии, обязательно выделите день на посещение Национальной галереи Шотландии. Я бы сказал, что это шотландская версия Лондонской национальной галереи на Трафальгарской площади. Если после посещения этого музея у вас не случился культурно-исторический передоз, отправляйтесь в Национальный музей. Тут еще больше истории, природы и технологий. Если вы только планируете посетить Шотландию и Эдинбург, то, скорее всего, на картинках вы увидите такой красивый холм, с которого открывается вид на город. Но не обольщайтесь. Вот, собственно говоря, этот красивый холм. И вот вид на город. Есть, кстати, еще один знаменитый холм Артур-Сид. Трон Артура. Правильно это перевести. Существует легенда, согласно которым гора связана с королем Артуром и его рыцарями. Хотя доказательств этой связи нет. Само название Артур-Сид подчеркивает некий исторический контекст. 350 миллионов лет назад это был вулкан. Высота этого холма вулкана 251 метр над уровнем моря. Как использовали холмы до того, как было построено все это вокруг. Во-первых, эти холмы укрепляли для обороны. Во-вторых, холмы были местом поклонения и языческих обрядов. Сейчас это место для отличных видов и фотографий. Но пока мы все-таки на другом холме. Калтансхилл. Калтансхилл. Национальный памятник Шотландии. Возведен в начале 19 века. Этот монумент задумывался как памятник погибшим в наполеоновских войнах. Но он так и остался незавершенным. Из-за своего неоконченного состояния его часто называют позором Эдинбурга. Я лично такого не слышал от местных, если честно. И на мой взгляд красивый и мистический. Внешне монумент напоминает Парфенон в Афинах. И это, кстати, одна из причин, почему Эдинбург называют Северными Афинами. Здесь находится старая обсерватория. Памятник Нельсону. Башня, возведенная в честь адмирала Горацио Нельсона. Здесь также можно подняться на вершину для обзора окрестностей. И она служит напоминанием о победе Нельсона в битве при Трафальгаре. Монумент Дугал Стюарт построен в честь шотландского философа и профессора Эдинбургского университета. А вот если вдруг вы придете сюда на холм 1 мая и увидите, как что-то горит, не пугайтесь. Это Белтейн Файр Фестивал. Праздник огня и одного из культурных мероприятий, восходящих еще ко временам древних кельтов. Вот этот холм, это главное место, вообще, конечно, в лучшую погоду, в солнечную и ясную. Это главное место, куда вы должны идти. Потому что с этого холма открывается, вот как у меня сейчас, вид на весь город. И вы можете прям пальцем указать, куда вам идти дальше. Как сюда добраться? Элементарно. Если вы приехали на вокзал, сюда идти 5 минут. Где-то 3 минуты до самого холма и 3 минуты по лесенке в горку. Кельты оказали глубокое влияние на историю, культуру и язык Шотландии. Кельтская культура проявляется в Шотландии через музыку, танцы, язык и народные праздники. В частности, такие инструменты, как волынка и традиционные шотландские танцы. Также важной частью культурного наследия являются кельтские праздники. Например, Самхайн. Это предшественник современного Хэллоуина. Кельтский язык до сих пор преподается в Шотландии и используется в некоторых частях ее. Вообще, кельты. Это не одно какое-то там племя со своим вождем. Они, в принципе, жили везде. И на Британских островах, и на материке. Например, современная Франция. Ирландия. Также. Англия современная. Yes, of course. Живут они себе. Живут эти кельтские премена. И приходит Хэллоу Вася. И начинается смешение всех и вся. Что это? Кто это пришел? Римляне. Как римляне называют кельтов, живущих на территории Франции? Галы. А те кельты, которые жили на определенной части Британских островов. Как их называют? Бриты. В честь Британских островов. Но кто жил в Шотландии? Ну, в смысле, на территории современной Шотландии. Все те же кельтские племена. Как их называют? Их называют пиктами. Почему? Они были язычниками и набивали разные татухи. Отсюда, собственно говоря, и название с латинского pictus. Раскрашенные. Мы все с вами знаем слово picture. Картинка. Это все связанные слова. Нашел одну из версий, что бриты это то же самое, что и пикты. Только по сути разное произношение. Что дальше происходит? Римская империя разрастается. Сидит добрый римский молодец у себя в форте с видом на море в модном шлеме. И видит, как на него бежит толпа головорезов-варваров. Так вот, именно так появились на Британских островах Англы и Саксы. Саксы. Пошло это от Саксонии. Сейчас там Дрезден и Лейпциг. А Англы это территория современной Дании. В общем, одни приезжают, другие уезжают. И так, собственно говоря, от Англов и пошло современное название Англии. Англосаксы заселяют территорию, где сейчас находится современная Англия. Живущие там бриты. Все, что они делают? Им надо сваливать. Куда они валят? На материк. И там на материке, на территории Франции современной, они формируют Британь. Сейчас этот регион на северо-западе Франции. В итоге бриты остаются только на территории современного Уэльса. А пикты на территории современной Шотландии. Но почему же Шотландия называется Скотланд? Земля скотов. Так называли кельтские племена, которые переселялись с территории Ирландии в Шотландию. Там после ухода римлян они формируют королевство Далриады. А позже, в 843 году, король Далриады Кеннет Макальпин объединяет уже упомянутых, живущих на районе пиктов, со своим королевством. И получает, траля-ля, Шотландию. Кеннет Макальпин традиционно считается основателем Шотландии. Мак, кстати, значит не Макдональдс, а сын. Макальпин, сын Альпина. Как мы видим из всего вышесказанного, именно кельтские племена играли ключевую роль в формировании ранней политической структуры Шотландии. Слияние этих племен в одно королевство помогло заложить основы современного шотландского государства. Именно поэтому они враждовали с англосаксами, потому что те, по сути, вторглись на их территорию, пусть и на территорию враждующих племен. Но тут есть маленькая хитрость. На самом деле, были некоторые хитрецы среди кельтских племен, которые сами называли себе союзников англосаксов. Типа, мол, ребятки, идите сюда, помогите нам с теми устроить махач. И как бы и мы будем править, и вы. Но хитрые англосаксы, да, пришли, помогли, а потом всех под себя. Вот так вот. Два полных дня гуляю по Эдинбургу и не встречал, ребята, ни людей в кельтах шотландских, ни валынки, чтобы ходили, играли на валынке. Да и, честно говоря, тут людей тоже с бутылками вискаря я как-то на улицах не видел. Что могу сказать? Ну, это, я думаю, что приблизительно такого же уровня ассоциации, когда вот русский, медведь, балалайка, водка. Вот когда про нас вот так думают, я думаю, что такое же мнение о шотландцах, вот такие стереотипы, но реально я здесь этого вообще не видел. Да, магазины есть с виски, все это, ну, это как бы как и у нас, наши магазины, ликера виноводочные, любые, заходи, бери, здесь то же самое. Килт. Это один из самых узнаваемых национальных костюмов в мире, но для начала, потому что эти юбки носят мужики. Вообще, сама история килта начинается в 16 веке. Более ранние версии килтов также существовали, но они представляли собой длинные шестяные ткани, которые мужчины оборачивали вокруг тела и застегивали на плече. Современный килт, который мы знаем сейчас, появился в 18 веке. В повседневной жизни килты носят нечасто. Они скорее популярны среди тех, кто хочет продемонстрировать свою национальную гордость. Килты одевают на официальных церемониях, в свадьбах, праздниках, национальных мероприятиях. Из чего делают килты? Обычная торжественная ткань в клетку, известная как тартан. Каждый тартан имеет уникальный узор и цвета, которые могут обозначать принадлежность к определенному клану, семье или региону. Что значит килт для шотландцев? Символ идентичности и гордости. Личная и семейная история через выбор тартана. Но в истории килта были и темные времена. После якобитского восстания 1745 года, ношение килта было запрещено британским правительством в попытке подавить шотландскую культуру. Но запрет был снят через 37 лет и с тех пор килт стал еще более мощным символом национальной идентичности. Продолжение следует... Друзья, на этом первая часть про Эдинбург подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. А в следующем выпуске про этот прекрасный, уникальный город я постараюсь вам рассказать абсолютно не похожую на эту информацию. Поэтому подписывайтесь, поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Напишите комментарий, что возможно вам интересно узнать о Великобритании. Ну и в следующем выпуске нас ждет новая история, новое путешествие. И обещаю, что будет интересно. Великобритании Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова